Это студенческая мастерская в Белгородском технологическом университете. Рабочее место для первокурсницы Женнифер Леткиман. Уже с 10 лет она решила, будет архитектором. Здесь девушка разрабатывает дизайн брендовых вещей студобеденений технолога. Успевает уделить время и своему главному проекту, который создала еще в 2015. И вот спустя 4 года перекресток памяти получил право на жизнь. Будущего архитектора сначала поддержало правительство региона. Женнифер взяла гран-при конкурса «Мы белгородцы, думай, решай, действуй». А затем случилась и победа во всероссийском грантовом конкурсе. Это просто начиналось с идеи, что это перекресток реально дорожный. Но потом я начала думать, что это очень проблемно для машин, служебных. И дальше начала реализовываться как памятник с барельефами в самом селе. По замыслу автора памятник установят в селе Прелестом, в районе, где прошло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. Он состоит из армированной конструкции, которая и образует тот самый перекресток памяти. А главным акцентом композиции станут гранитные барельефы. На них и пойдет весь грант в полтора миллиона рублей. Барельеф их 8 штук. И это абсолютно разный сюжет. Это бабушка, это сестры, что не дождались брата. Создать такой памятник именно в Прелестном Женнифер вдохновила одна уникальная традиция местных жителей. Каждый год 12 июля, вот уже на протяжении 74 лет, они накрывают поминальные столы возле своих домов. Этот необычный ритуал также впечатлил и Станислава Косинкова, который в 84 году создал цветную линогравюру. 12 июля, день памяти, год любой. Теперь она хранится в местном музее. При крупных встречах колхоз организовывал выставление столов возле Дома культуры, возле отдельных подворий. В общем-то, ну, традиционно что? В основном это молоко, это вареный картофель, который любят ветераны. На столы обязательно выставляют и фотографии своих героев. Эта традиция перекликается с акцией «Бессмертный полк», хоть и появилась задолго до нее. Сегодня в Прелестном живет более 900 человек. Каждый год в этот день они встречают гостей из других регионов, а также ветеранов и их семьи. Новый перекресток памяти станет местом протяжения для всего села, как символ преемственности поколений. Наверное, мы сделаем так, чтобы это был поминальный стол возле этого памятника, и братской, между братской могилой и этим памятник. Он объединит всех наших жителей в единый поминальный стол, чтобы память жила и никогда не забывалась. Сквер дерево памяти находится в самом центре Прелестного. Но уже буквально через год на этом месте, по задумке Женнифера Леткиман, появится не просто памятник, а целый перекресток памяти. 12 июля здесь вновь соберутся местные жители, вспоминая тех, кто так и не вернулся с той войны, и ветеранов, которых больше нет с нами.